Всем здарова дорогие друзья, с вами Даваска. Да, я понимаю, что ранговый сезон закончится не скоро, где-то через месяц, но очень много игроков апнули 999 звезд. И давайте посмотрим, в каких сетиках они играют. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Также в этом видео мы разыграем 2 недельных ваучера. Чтобы принять участие, нужно написать в комментариях ваш ID и комментарий длиннее 5 слов. Это все условия, поэтому пишите ваш ID в комментариях. Также я знаю, что многие из вас мечтают попасть в топ региона, но у вас нет хорошего пака, чтобы войти в топ региона. Рекомендую вам гильдию под названием Suicide Squad. Вместе с ними вы сможете скооперироваться и пойти в топ региона, либо в ранге, либо в рейтинге. Что нужно, чтобы вступить в эту гильдию? Если вы пацанчик, то в обо рейтинге вам нужно иметь 2 КДА, 2100 среднего урона на 100 плюс сыгранных игр. Ну, а также наличие эксперта. Ну, либо же в начале сезона иметь мастера и 10 звезд. Чтобы вступить через рейтинг, нужно 6,7 УС, 2300 среднего урона на 100 плюс сыгранных игр, а также у вас должен быть эксперт. Если вы девушка, то статистики чуть-чуть пониже. Через ранг 1,8 КДА, 1900 среднего урона на 90 плюс каточек и также наличие эксперта. Через КБ рейтинг 4 УС, 1700 среднего урона на 900 плюс игр, а также наличие мастера. Если вас заинтересовала эта гильдия и статистика у вас подходит, пишите офицеру по ссылочке в описании. Ну и давайте приступим. Первое место, генерал. Давайте посмотрим, в каком сетике он играет. Вот такой вот. Ну, это фастерский. Как по мне, тут сет портит только торс и кроссовочки. Поэтому давайте 7 из 10. Дальше Казахша. Второе место. Вот это да, чутубер топ 2 по региону. Вот такой вот у него сетик. Давайте поставим 5 из 10, потому что прическа маска торс отдельно смотрится красиво. И торсы, штаны тоже нет. Штаны и кроссы отдельно тоже смотрятся красиво. Дальше третье место. Давайте посмотрим. Вот такой вот сетик. Ну, вот кепочка и масочка прикольно смотрятся. И торс, штаны и кроссы тоже прикольно смотрятся. Давайте 8 из 10. Дальше идем четвертое место. Посмотрим на его сетик. Вот такой вот чисто серенький, женский. Ну, 8 из 10, не больше. Дальше идем Хаймер. Тоже ютубер. Пятое место. Почему-то открылся не Хаймер. Давайте посмотрим. Вот такой вот у него сетик. Прикольный. Также 8 из 10, потому что кепочка и маска по цвету к сету не подходят. Дальше смотрим шестое место. У него вот такой вот сетик. Прикольный. Но тут прическа нужна черненькая, а не белая. Поэтому 9 из 10. Дальше седьмое место. Давайте посмотрим на его сетик. Вот такой вот обычный дефолтненький 10 из 10. Долго мы на нем задерживаться не будем. Дальше идем. Вот такой вот сетик. Тут тоже 7 из 10. Спасибо, что не сланцы. Следующее, 9 место. Вот такой вот сет. Ну, тут давайте уже 5 из 10. Даже 4, наверное. Потому что, ну, куда это? Идем дальше. Десятое место. Посмотрим, в каком сетике он играет. В принципе, эти штаны к торсу бандита подходят довольно-таки неплохо. Но я бы тут прическу поменял и, возможно, кроссы. Поэтому 9 из 10. Так, следующий какой-то Нурс с аватаркой Ангела. С аватаркой Фоном. Это... А, у него и в Ютубе есть подписчики, и в ТикТоке. Вот такой вот у него сетик. Ну, красными штанами Ангела испоганили. Такой прекрасный торс. Давайте 5 из 10. Следующий, 12 место. Посмотрим на его сетик. Ой-ой-ой, какой кролик. Ну, давайте 3 из 10. Во-первых, штаны сланцы. Во-вторых, торсы штаны с одного и того же набора. Голова и торс, извиняюсь. Дальше идем. 13 место. Посмотрим на его сетик. Вот такой вот. Ну, вот скажите мне, пожалуйста, как можно было испоганить вот этот прекрасный торс таким сетом? Давайте 2 из 10. Дальше, 14 место. Смотрим, оцениваем. Вот такой вот сетик. Ну, это тоже где-нибудь 2 из 10. Дальше, Умар. Вот его, я знаю. Тоже великолепный игрок. Вот такой вот сетик. Тут кепочка не в тему. Остальное все прикольно смотрится. 9 из 10. Дальше, 16 место. Смотрим, оцениваем. Вот такой вот сет. Ну, штанишки все-таки черные сюда нужны. Либо прям, если синие, то темно-синие, но не пуховые. Плюс борода, которая тоже сюда не подходит. 8 из 10. Бананчик. Вот если он в руках будет держать банан, он не держит в руках банан. Ну, как так-то? Вот этому сету... Ну, по сути, красные сланцы сюда смотрелись бы лучше. Поэтому 7 из 10. А так смотрится неплохо. Дальше, 18 место. Давайте посмотрим. Вот такой вот сет. Ну, опять сланцы. Ну, куда? Давайте 6 из 10. Потому что штанишки сюда не подходят. Дальше идем. 19 место. Вот такой вот сет. Ну, это понятно. В ранге играют все фастерки. Это нам не рейтинг. Это нам не мажоры. Вот такой вот сет. Давайте 4 из 10. Дальше, 20 место. Давайте посмотрим. Вот такой вот сетик. Ну, под этот торс хрен, что подберешь. Поэтому давайте 8 из 10. Потому что штанишки и кроссы можно поменять. И будет довольно-таки неплохо. Дальше, 21 место. Вот такой вот сетик. Тут шортики под замену. И нормально. 9 из 10. Дальше идем. 22 место. Смотрим, оцениваем. Ну, куртка под замену. 100 пудов. На какой-нибудь черно-красный торс. И кроссы тоже белокрасный. И нормально будет. Ну, давайте 7 из 10. Дальше, 23 место. Смотрим. Вот такой вот сетик. 9 из 10. Потому что нужны белые кеды. Дальше, 24 место. Смотрим, посмотрим. Так. Масочка не в тему. А так, довольно-таки неплохо. Давайте 9 из 10. Дальше, 25 место. Ну, фастерков скучно оценивать. Потому что у них у всех, у каждого просто однотипные есеты. Как будто бы с инкубатора. Вот у каждого. Это прическа. Это маска. Либо борода. Либо маска марионетки. Это торс. Либо торс кролика. Либо торс бандита. Либо пуховые штаны, либо боевые, либо джазовые. Либо сланцы, либо баскетбольные кроссы. Все. Вот только, как будто бы эти вещи в игре и существуют. Этому сету 6 из 10. Дальше идем. 26 место. Посмотрим. Ну, хотя бы уже хоть что-то необычное. Но все равно 6 из 10. Потому что, ну, штанишки и шляпа. Дальше идем. 27 место. Вот такой вот сетик. Тоже хотя бы что-то необычное. Ну, не стоковый, дефолтный фастерский сетик. Ну, давайте. Сколько мы ему поставим? Даже не знаю. Давайте 5 из 10. Дальше 28 место. О, вот этому прямо я бы даже 9 поставил. Очень прикольно смотрится. Красиво. Из дефолта тут только торсы, сланцы. А так я бы даже 9 поставил. Прикольный сетик. Дальше идем. 29 место. Вот такая вот девочка. В принципе, даже на десяточку тянет. Потому что прическа такая... Ну, можно сказать, что желто-зеленая. Футболочка тоже. Шортики тоже. И вот эти туфельки тоже прикольно подходят. Дальше идем. 30 место. И вот такой вот сет. Ну, сколько? Давайте 4 из 10. Дальше у нас идет имаджи. Вроде бы имаджи, а не имаджи. Вот такой вот сет. 8 из 10. Потому что масочка. И потому что штанишки не подходят. Дальше идем. 32 место. У него вот такой вот сетик. Тут 6 из 10. Потому что сланцы оранжевые. Были бы хотя бы синие. Смотрелось бы уже лучше. Ну и маска, которая тоже не в тему. Дальше 33 место. И вот такой вот сет. Тут вроде бы фул костюмчик этого Ориона. Ну, это не Орион, а мифический костюмчик. Ну, вы поняли, короче. Водочка. 34 место. Вот такой вот сетик. Много всего накидано. Давайте 3 из 10. Ну, прям, ну реально. Очень много цветов. Еще и тапочки эти. У Уно, скорее всего, это рофельный сетик, а не основной. 36 место. А рофельный сет мы не оцениваем. Тут 6 из 10. Дальше бусинка. Ну, это фастерский сет. Сто пудов. Я прям отвечаю. Лера, что творишь? Ну, куда такое? Давайте 3 из 10. Ну, потому что это жесть. Дальше. 38 место. У него вот такой вот сетик. Тут штанишки и сланцы поменять. Будет довольно-таки неплохо. 5 из 10. 39 место. И чу там вот такой вот женский сетик. Ну, куда? Бело-красная прическа, синий торс, черно-красная юбочка и розовые плюшевые тапочки. Давайте 3 из 10. Очень много цветов. И последнее место. 40. У нас вот такой вот сетик. Довольно-таки неплохо. Но 9 из 10. Потому что штанишки все-таки сюда чуть-чуть не в тему. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. И да пребудет с вами стиль.